Смотри, он не может завестись. Ну да, они все глухие. Накануне у наших соседей в Южном Челябинске случилась двойная, можно сказать, эстафетная погоня, в которой в роли палочки выступил целый экипаж алканавтов. Причем, похоже, семейная династия с глубокими традициями, которые закон почему-то обзывает словом «рецидив». Мужчина с повышенной социальной ответственностью по имени Илья приметил эту гоп-компанию возле ТРК «Фиеста», где она довольно колоритно пыталась и так-таки завела свою 14-ю ладу с толкача. За это время Илья и его спутница убедились, что эти дяденьки, включая того, что взгромоздился за баранку, мягко говоря, неадекватно веселенькие. И этими мыслями водитель поделился по телефону 102. Здесь люди или в наркотическом, или в алкогольном опьянении садятся за руль, как пытаются ехать. Ну, они едут, вообще, понятно, как бы это поскорее лучше сделать. К. Константин, 380. Анастасия. Константин, 174. Ну, а дальше он ехал следом, ожидая, когда присоединятся полицейские, с которыми он постоянно поддерживал связь. Иногда, говорит, даже приходилось сзади сигналить, предупреждая окружающих о приближении неадекватной торпеды. Например, когда по дворам, где вообще-то случается, играют дети, тачка эта летела на скорости 70 км в час. Возьмите вещи, и идите домой. Вот, всё. Мы вас не задержим. Возьмите вещи, и идите домой. Поначалу, сразу после успешного финиша погони, задержать планировалось лишь водителя, рецидивиста. В том смысле, что он оказался уже лишённым прав за пьянку за рулём, то есть теперь ему полагается уже уголовная ответственность. Ну, строго говоря, он отказался от медосвидетельствования, однако такой отказ наказывается ровно точно так же, как и доказанная пьянка. Весёлые дружки, алкорецидивиста, тихо сгрудились в сторонки. Один из них время от времени демонстративно подходил и фотографировал добровольца, преследователя. Далее цитата от самого Ильи. Попутно с этим в мой адрес поступили угрозы от пассажиров этого автомобиля, мол, мою машину надо сжечь, а меня найти. Конец цитаты. В итоге, исходя из постулата об одной сатане, в райотдел забрали и жену водителя, бухущую мать двоих детей, беременную третьим, которая настолько попутала берега, что трёхэтажным матом пополам с перегаром убеждала полицейского, что он должен войти в их положение и в качестве трезвого шофера отогнать их ведро, куда они скажут. А то на штрафстоянку это для них, знаете ли, лишние головники. И без машины им никак нельзя. Просят сотрудника ДПС отогнать машину. В общем, и хранительницу семейного ЧГА также задержали, чтобы предъявить ей за распитие спиртного, где попало, за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, порочащим само человеческое достоинство, за угрозы, за оскорбления и так далее. А в ГИБДД Челябинска решили Илью наградить и говорят так. Госавтоинспекция города выражает благодарность Челябинцу за активную гражданскую позицию. «Своевременно предприняв самые необходимые меры, он помог не допустить дорожно-транспортного происшествия и сохранил жизнь и здоровье граждан». Конец всех цитат.